Сезон гриппа и простуд вступил в свои права. Эпидпорог по заболеваемости пока не превышен, однако уже зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом. Сейчас четверо наринмарцев госпитализированы в инфекционное отделение, а одна женщина с подозрением на грипп находится в отделении реанимации. Как предупредить и что делать при первых симптомах, расскажем далее. Ежегодно окружные врачи фиксируют несколько сотен заболевших ОРВИ. Регистрируются и случаи гриппа. Так, в 2014-м этот диагноз был поставлен 12 пациентам, в 2015-м уже более 70-ти. На начало 2016-го года зафиксировано четверо заболевших. Среди них один ребенок 10 лет. Тип вируса пока выясняется. Пробы, взятые у больных, отправлены на исследование в Институт гриппа в Санкт-Петербурге. Есть еще одна пациентка окружной больницы, у которой подозрения на грипп. В реанимационном отделении окружной больницы находится женщина в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, диагноз грипп под вопросом. В настоящее время основной диагноз – вне больничная пневмония. Остальные пациенты находятся в инфекционном отделении окружной больницы. По словам медиков, все они не были привиты от вируса. Да и к врачам обращаться не торопились. В итоге оказались на больничной койке. Тревожные новости приходят из других регионов России. В семи субъектах, среди них Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Москва и другие, зафиксированы летальные исходы от гриппа и пневмонии, вызванных вирусами гриппа АН1Н1 и АН3Н2. Это штаммы гриппа, который в 2009 году вызвал пандемию, более известный как свиной грипп. По данным статистики, это люди от 26 до 80 лет. И все они в свое время не сделали прививки от гриппа. Ведь одно из главных средств профилактики – это вакцинация. Основным и самым надежным средством профилактики гриппа является своевременная вакцинация, которая позволяет на современном уровне добиться отсутствия заболеваний с вероятностью от 75 до 85%. То есть, как правило, это те позиции эффективности, которые гарантируют человеку, что он не заболеет гриппом в этот сезон. В нашем регионе прививки от сезонного вируса сделали порядка 40% жителей. Не стоит забывать и про старые бабушкины рецепты. В любое время суток, я считаю, нужно себя беречь, кушать витаминки и, естественно, тепло одеваться. Надо больше на свежем воздухе находиться, во-первых. Больше, главное. Ну и главное, если летом, так природа, лес. Но главное – свежий воздух. И медики с этим согласны. Один из способов уберечься от болезни – это проветривание помещения. Также врачи рекомендуют отказаться от посещения людных мест, побольше гулять на свежем воздухе, разнообразить свое меню и включать в него больше овощей и фруктов. Кроме этого, помогут и поливитамины. Но если вам все же не удалось избежать вируса, необходимо обратиться к врачу. Правильное лечение сократит срок болезни и уменьшит вероятность осложнений. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова